Натуральный вкусный сыр производят не только во французских Альпах или в Голландии, откуда, кстати, Петр I привез в Россию первый сыр. Тогда пикантный продукт оценили немногие, зато сегодня он более чем популярен. Кроме того, растет количество производителей, выпускающих качественный сыр. В станице Новодмитриевской с 2022 года существует уже известная сыроварня на базе фермерского хозяйства Ксении Антоновой. Семейную ферму посетил глава района Андрей Дорошевский во время объезда предприятий, занимающихся производством сельхозпродукции. Ксения Михайловна по-настоящему любит свое дело. Молоко для производства сыров использует только от своих козочек и коров. Коз у нее 150 и не так давно, получив краевой грант-агростартап. Приобрела 10 молодых телочек и оборудование для сыроварни. Мы о нем мечтали на расширение. Вот сейчас вот получилось. Главное, есть у вас желание. Желание есть большое. Это ключевое, понимаете. Буренок купили, проанализировав, что потребители все же предпочитают сыры из коровьего молока. Козьи на любителя. Труд, конечно, тяжелейший, не оставляющий ни минуты свободного времени. Кроме того, у супружеской четы Антоновых трое детей. Младший порой даже спит в сыроварне, пока мама занята волшебным процессом производства сыра. Сейчас в ассортименте более 28 сортов вкуснейших сыров из натурального молока. В камере для возревания стоит необычайный аромат, а температура воздуха поддерживается от 10 до 14 градусов. Реализует свою продукцию предприниматель под брендом «Кубанская хороводица» на ярмарках выходного дня и через собственную клиентскую сеть на территории Северского района и в городе Краснодар.